Всем привет! Мы сейчас находимся около большой сидровой бодеги Эль Гаитеро, около Виевисиосы. И отсюда мы в сегодняшний зимний погожий день пойдем к пляжу Конехера. Это приблизительно в 10 километрах от Виевисиосы. Посмотрим этот пляж, его еще нет на канале, поэтому я думаю вам будет интересно, как и мне и самым интересным я с вами поделюсь. Пойдемте в путь. Это бодега Эль Гаитеро, пожалуй одна из крупнейших сидровых бодег Испании. Сидр этот сладкий, который в основном любят туристы, шампанизированный. Есть во всех меркодонах и во всех крупных магазинах. Бесплатные экскурсии здесь присутствуют в разное время дня. Я здесь на экскурсии еще не был, но как-нибудь побываем, покажу и вам. Из других бодег, где экскурсии платные, где семейные бодеги, из музея Сидра репортажи есть на канале, можете смотреть. Ну а мы с вами сейчас направимся к пляжу, а вон то видите яблочки, яблочки растут. Это водно-болотные угодья реки, которая от Виевисио совпадает в Бискайский залив Атлантического океана, ну и вот разливается во время приливов, во время отливов. Прекращается и специально вот такие вот системы сооружения сделаны. И очень много разных здесь птиц интересных. Но он кстати и рыб. чуть отсвечивает, но вон я думаю видите да, рыбки такие немаленькие. Такие вот, такие вот места. Такая вот небольшая деревенька у нас с вами на пути. Несколько симпатичных домиков. Вот и отходит она в сторону. Вот дороги. Ну дорога это не Кантабрикова, это не автострада, то есть не такая шумная. Но тем не менее машин естественно не сказать, что прям мало. Поэтому, такое вот зеленое насаждение присутствует и это в этом плане хорошо. Ну а мы идем, ну и все ближе становимся к океану. А тут птички поют. Смотрите, как красиво. Ну а вот деревенские жители и деревенский кот. И сейчас мы с вами пройдем еще одну деревеньку Барсана. Она относится к униципалитету Вия-Висиоса. Вон даже кафе здесь есть в деревне. Ну естественно, летом на пляж родились. Приезжает множество людей, останавливаются отдыхать в том числе и в деревне. Поэтому, поэтому естественно пользуются спросом. Ну а здесь, а пока, вон велосипедисты крутят педали. Вон видите вдалеке вон то разрушенное. Если я не ошибаюсь, 20 с чем-то тысяч стоит. Ну и естественно под полную новую постройку. С нуля можно сказать. Вернее даже хуже. Еще вывозить надо мусор. Ну а мы идем по деревеньке. Вот они, лимончики. Вот они. Ну а здесь смотрите, какая девочка сидит с шикарной прической. И часовня. Ну и вот смотрите в ту сторону океан и там пляж Родилис, а мы идем с вами на другой, где мы еще не бывали. А вот смотрите, домик интересный обнесен такими вот фигурами. Такие вот рыцари его охраняют. Ну а нам уже менее получаса до пляжа. А это деревенька Селорио. Не маленькая, тут много домов и отдыха. Есть рестораны, в том числе и астурийской кухни. Ну и уже близко к пляжам, соответственно, уже и чувствуется. Такие вот эти домики есть более современные, так скажем, помимо классических. Ну и дух отдыха чувствуется. К слову сказать, сейчас у нас вторая часть января всего лишь. А летом, естественно, здесь совсем другой коленкор. Ну и яблочки. Яблочки для Сидора. Дело нужное. Да, вот одно из кафе. Здесь неподалеку расположен кемпинг. Ну и вот, видите, такая деревенька. Не маленькая по меркам Астурии. И людей достаточно много. Ну и тут проживают на постоянной основе. Прям весьма большое число людей. И рядышком тоже, видите, другие деревни. То есть весьма здесь все обитаемо. Но ближе к побережью больше людей. Вот церковь Селорио. Написано, что 13 века. Ну я думаю, естественно, конечно, реставрировалась. Но тем не менее. Смотрите, как много людей. Не знаю, то ли на службу приехали, то ли просто. И вот смотрите, какие здесь красоты. Ну и заодно вон сколько машин. И мы уже с вами неподалеку, неподалеку от нашей цели. Пойдемте к пляжу. Паралк. Паралк. А вот интересно. Деревенская школа села. построена в 1905 году не знаю некоторых деревенских школах сейчас располагается школа именно для маленьких то есть до шести лет здесь я не знаю есть настоящий момент или нет ну что-то пилатес есть как минимум в общем какие-то занятия такого рода присутствует но насчет школы не уверен много автобусов сейчас возят в районные центры каждый день и отвозят естественно обратно домой но сейчас я вначале отправился повыше деревня вела сейчас вот отсюда смотрите но он там домики вот такая вот деревня видите новые домики таких вот склонах разравнивали все это дело можно видеть скажем в реальном времени не был бы в этой еще деревне как это не странно в принципе был уже по вея висе оси наверное почти везде какие-то может единичные точки остались на карте но тем не менее вот показываю вам ту сторону ну и вон в ту такая симпатичная деревенька есть такими вот красивейшими видами на океан красивая красивая конечно деревня ведь и домики такие все отстроенные аккуратненькие в общем в общем конечно интересно свияра прохода нет либо есть но он очень тяжелый я решил уж не рисковать ну и вернулся я на основную дорогу сейчас уже подойдем к пляжам я вам их и покажу ну вот пляж родились той стороне который я вам уже не единожды показывал но сейчас посмотрим получится ли у нас дойти до другого пляжа или нет вон там но если по какой-то причине нам это не удастся ну посмотрим родились подойду к океану здесь идем и в эту сторону вот родились а вправо если смотреть на океан посмотрим есть там проход или нет пока слышно колокольчики от коров не тяжковатая сюда дорога не знаю может быть по весне летом туда дальше если пройду но пока он дерево видите эвкалипт лежит я уже на высоту поднялся в общем ну и местные договорили пляж родились ну значит что значит пройдемте к пляжу пойдем туда он вниз да ну и вот мы с вами народились огромный пляж зоной для отдыха здесь же школа серфинга ну и здесь нас встречает вот эта мощь сегодня спокойно вот и дорогая Видите какая большая линия прилива отлива. Люди ходят в водичке. Гольф стрим, зимой тепло от океана, у океана гораздо теплее, чем в горах. Ну что ж, пойду я потихоньку домой. Показал вам и разные деревни, окрестности, ну и дошли мы таки до пляжа. Я думал до соседнего получится, но, но, но. Но, тем не менее, ничего страшного. До пляжа мы все-таки добрались. Ну что ж, желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пока.